Все, можно начинать. Все люди верят, что Тора истинна, это значит наука ложь. Другой подход, противоположный. Если наука истинна, значит Тора ложь. Третий подход, это наука согласна с Торой. То есть мы можем с помощью науки объяснить то, что сказано в Торе. Согласовать науку с Торой. И четвертый подход, противоположный третьему. Тора согласна с наукой. И мы можем Тору толковать так, чтобы в этом не было противоречий. Одну секунду. У меня не получилось подключить. Одну секунду. У меня не получилось транслировать. Почему? Нет, он написан, что идет. На Фейсбуке не идет. Написано, что идет. Нет, не идет. Прямая трансляция Фейсбук написана. Она не идет. И пятый подход в том, что Тора и наука занимаются совершенно разными вещами. И поэтому никаких проблем нет. Потому что они отвечают на разные вопросы. И это я вкратце рассказал. Первые пять подходов. И сегодня мы займемся шестым подходом. Это подход Рава Кук. Итак, недостаток пятого подхода. О том, что никакой связи между Торой и наукой нет. Недостаток его в том, что он игнорирует тот факт, что у Тора и науки все-таки есть один источник. Это воля Творца, который создал этот мир, который функционирует по законам, который изучает наука. И этот же Творец, он дал Тору. Поэтому есть некий единый источник. И это единство должно оказать влияние на обе области. И на Тору, и науку. И этим подходом занимается Рав Кук. И его подход основан на двух как бы противоположных утверждениях. Первое, что нет, есть связь между Торой и наукой. И второе, что нет связи между Торой и наукой. На первый взгляд, они выглядят опровергающими друг друга. На самом деле, они просто рассматривают проблему с разных сторон. В отношении научных вопросов, таких как физические факты, биологические структуры, следует принять положение, согласно которому нет связи между Торой и наукой. То есть, решение этих вопросов, конкретно научных, физических, биологических, астрономических, невозможно найти в Торе. Поэтому нужно искать их не в Торе и в науке. Если мы в Торе встречаем какие-то утверждения о физической реальности, они не могут служить источником научной информации. То есть, об этом мире, о его законах нужно учить не из Торой, а нужно учить из наук. И есть два примера. В 15 веке Рав Ицхак Арама писал, что запреты кашрута никак не связаны с ображениями здоровья. Если мы будем учить о здоровье из Торы, то Тора будет похожа на одну из псевдонаучных книжек о медицине, где сказано, что это можно делать, это нельзя, и нет никаких подробностей и объяснений. И это недостойно Торы. Кроме того, мы могли бы нейтрализовать вред запрещенных продуктов при помощи каких-то добавок. И тогда бы, получается, не осталось бы причин для запрета. И тогда бы Тора превратилась в обман. Это тоже не годится. Поэтому, если бы здоровье было единственной причиной запрета кашрута, тогда было бы логичнее изучать медицину, а не Тору, если мы хотим быть здоровыми. И тогда из медицины мы пришли бы к правильным законам о питании. И не было бы необходимости в Торе. И еще один более древний пример. Раф Шри Рагаон, X век, он писал, «Мудрецы не врачи, их слова по медицинским вопросам не заповеди». То есть, он прямо запретил следовать медицинским приписаниям, которые находятся в Талмуде, потому что они устарели. Со времен Талмуда медицина развилась. И то, что считалось в те дни полезным, потом могло быть опровергнуто. Это не умаляет мудрости Танаев, Амараев, так как их основным занятием было развитие и передача устной традиции. А те медицинские знания, которые они упоминают, они их упоминают попутно для помощи людям или для примеров, для понимания обсуждаемого вопроса. Это о том, что нет связи между Торой и наукой. С другой стороны, должна существовать глубокая связь между Торой и наукой в силу того факта, что тот же Бог, который создал мир, он же дал и Тору. То есть, Тора дана тем людям, которые живут в том мире, который изучает наука. И монотеистическая вера наша учит тому, что Бог присутствует во всем. Во всем мире, в Торе и точно так же в науке. Следовательно, в воле Творца, в его замысле сотворить реальность, в ней есть некое намерение, которое относится также к науке, и которое объединяет Тору и науку. И частично это намерение раскрывается в Торе, а частично оно открывается в науке, и поэтому мы, соответственно, можем его там найти. Это первый пункт, подход Торова Кука. Есть какие-то комментарии, вопросы? Да, если можно, предыдущий взять слайд. Заголовок «нет связи между Торой и наукой» представляется мне не совсем правильным. Правильно здесь так. Некоторые вопросы науки не совпадают с буквальным пониманием традиций. Вот это может быть правильным. Потому что, во-первых, здесь не Тора напрямую, а, скажем, медицинские предписания. Что касается Кашиута, то они не связаны со здоровьем, так Тора это и не утверждает. То есть не «нет связи», а «нет тождественности» между Торой и наукой. И тогда здесь между первым и вторым подходом не будет противоречий. Связь есть, а тождественности нет. Поэтому есть связь, но нет тождественности. Вот это, мне кажется, совсем другой заголовок. Я бы хотел добавить. Вот когда мы говорим «Тора», «Тора темет». Что значит «Тора темет»? По-русски переводится как бы «истинное знание», правильно? «Истинное учение». Почему оно истинное? Потому что оно божественное, потому что оно идет из источника, который является истиной. Окей, это источники доказуем. И дальше. Если мы войдем на Абделе, я говорю, миф. У разных народов есть мифы. Эти мифы работают. Я только что читал книжку, не буду приводить. Ну, как бы могу взять ее, но неважно. Приводят кучу примеров. С древнейших времен у людей там работают мифы у народа. Реально работают мифы. То есть, оно реально работает, передается из поколения, и так дальше. Вот конкретный пример. Сюда приводят действительно не размер, а возраст мира. Один из примеров, которые как бы не соответствуют. Шесть дней творений. С другой стороны, Амузия, это гораздо более, как бы, можно сказать, сложная вещь. Вопросы, которые являются основами веры. Например, исход из Едипта. Идтиат Мисраем, это некоторый основной пункт еврейской религии. Он повторяется везде, он повторяется в Кедуши. Это то, на чем основаны, в каком-то смысле, основаны наши национальные, как бы, сознания. Дарование Торы. И дальше. Эльфим Лайн того же Рава Шерки, мы знаем, у него есть комментарии, которые говорят, что вообще источник, выход из Египта, это было уж на уровне вообще внеприродного явления. Все народы хотели выйти и так дальше. То есть, это вообще не конкретно для одного племени. И то же самое, как бы, принятие Торы. С другой стороны, с другой стороны. Каждый раз, когда выступают какие-то люди, да, но не какие-то люди, которые занимаются выяснением археологии источников. Не все говорят. Нет никаких текстуальных подтверждений нигде в аналогах никакого народа, тех же самых Египтян. Это не появляется. То есть, вопрос, есть это было такое грандиозное явление? Почему этому нет упоминания? Вот это, мне кажется, вещь, которая, как бы, вот это не очень понятно. Про кашрут, ну, про кашрут, то, что я могу сказать. По моему опыту, для многих людей, особенно те, которые, как бы, приближаются к религии, для них очень правильно зацепиться за что-то. Когда, например, они узнают, что вот нельзя после мяса не едят, как бы, молочно. Им очень удобно для себя тут же сказать не срабатывать. А, ну, конечно, это очень полезная вещь. Так, дальше, 5-й и 10-й. Или, например, обрезание. Ну, конечно, обрезание, вот, а в Америке многие делают, вообще не евреи. Люди схватываются за это, как нечто. То есть, сказано, Тор-Адхаим. Тор-Адхаим, это означает, что человек, который исполняет Тору, он этим живет, а не умирает. Поэтому я бы не стал вот в этом втором случае, скажем, то, что связано с кашрутом и каким... Делать как бы прямой вещь, это вообще нет никакой связи. Ну, вот, как бы, все. То, что я хотел сказать про первое и про второе. Окей? Да, то, что ты сказал, безусловно, я согласен, что это важно. Здесь совершенно разный вопрос о противоречиях Торой науке, то, что мы говорили в прошлый раз. Но то, что, если можно, Андрей, вернуть слайд, который был у нас предыдущий. Да, что я же сказал, что если фраза «нет связи» между Торой наукой, нужно заменить на «нет тождественности». Раба Цакарама считает, что запреты кашрута никак не связаны с нездоровьем. Ну, и что, а другие раввины считают, что связаны, или там обрезание связано, это с медициной, или там полезно или нет, это вполне, может быть, и полезно. То, что я в Шире Гаун запретил следовать медицинским предрессаниям Талмуда, это совсем не то же самое, что Тары. Действительно, то, что правильно, что мудрецы Талмуда не были профессиональными врачами, а даже если и были бы, все равно мир изменился. Так что вопрос противоречий между религией и наукой, он здесь остается, он здесь не снят. Но главный вопрос, что есть ли связь. Вот и Равкук считает, что связь есть, и это противоречит всем предыдущим подходам, которые пытаются на самом деле сделать тождественность. Что Тара правильно, а значит наука неправильна, или наука правильно, значит Тара неправильна. То есть пытаются сделать тождественность. А Равкук говорит, связь есть, а тождественности нет. Нет, и поэтому вывести одно из другого нельзя, они дополняют друг друга, это важные компоненты и то и другое. Но тождественности нет. И вот это, по-моему, главная идея Равкука здесь, что все, кто предыдущие были, пытались сделать ту или иную форму тождественности. А если нет тождественности, то связь, конечно, есть, противоречия остаются, и вопрос исхода из Египта остается очень важным. Здесь я с Натаном совершенно согласен. Вопрос про Рава Куха, я очень осторожно его задаю. Вот то новое, новое веяние, которое Равкук. То есть он как-то пытается совместить. Это был тактический подход, почему? Уже после Оскалы, либо на волне Оскалы. Когда невозможно было сказать, либо ты справа, либо ты слева. Потому что многие люди ушли, почему? Потому что наука доказала свою справедливость в том, что ее невозможно отбросить. И как только многие увидели, что есть вещи, которые не объясняются научно, то они выбрали науку. Глазерыч, тот мир, который связан, оставили религию. И тогда пришел Равкук, который сказал, ребят, не надо оттуда убегать. Ну, нет такого справа или слева. Вполне можно как-то округлить. Можно округлить первое, можно округлить второе. Ну, прямо скажем, это говорил не Акук, а еще Маймонит. Ну, хорошо. Но, может быть, у него то же самое? Да, может, у него то же самое. Ну, может, пожалуйста. Откуда это пристекает? Ну, это значит, во-первых, что наука сама совершенно меняет свои взгляды. И поэтому совершенно не нужно и с противоречью между второй и современным научным подходом делать скополительные выводы. Действительно, есть постоянное развитие науки, есть постоянное давление науки на Тару. Это тоже есть. Но это не сегодня возникло, это всегда было. Поэтому это, да, совершенно верно. Хочешь сказать, религия здесь не активная, а реактивная. Она не идет вперед, она реагирует. Я согласен. Но это не значит, что это неправильно. Иногда правильно реагировать на что-то и быть реактивным, а не проактивным. Это по-разному бывает. Разные, видишь, в машине нужны и газ, и тормоз. Поэтому нельзя сказать, что тормоз – это лишнее. Это только так, чтобы не было слишком большого газа. А вообще главное – это газ, а тормоз вообще не нужен. Нет, в машине нужны газ и тормоз в одинаковой мере. Иначе будет машина, тут же будет авария. Тара в чем-то другом дает газ. Что-то другое продвигает. А где-то она тормозит. Совершенно верно. Это нормальное, здоровое отношение между религией и наукой. Поэтому я согласен, что противоречия есть. Я согласен, что есть эпохи, когда они более острые. Мы поправили, что нет тождественности, но есть связь. А в том, что я в пук это говорил, потому что жизнь такая, ну это верно. Но это касается не то, которое, это касается абсолютно всего. Действительно, жизнь развивается, и нужно на это реагировать. Все нормально. Ну, само капитальное утверждение. Турат эмет. Да. То есть истинное знание. Какой-нибудь ученый говорит про факт, который он открыл. Или про какое-то явление, которое звучит. Что это истинное. Просто я тебе скажу, мне в принципе, ну не то чтобы не нравится, но меня настораживает вот желание твое, да, которое идет, скажем, от Рамбана и Рафук и так дальше. Вот как бы лагель пинокс округлить, снять как бы общую напряженку и сказать, есть первое, есть второе. Я, мне кажется, это неравнозначные вещи. Человек, который является религиозным, он принимает сто процентов. Он говорит, это Турат эмет. Все. Наука, да, окей, она помогает нам в жизни, окей. Нет, ну извини, это ты изображаешь примитивного религиозного. Не надо. Не надо. Религиозный говорит Турат эмет, безусловно. А ты говоришь, само слово Турат эмет нужно проанализировать. И что это значит. И не распространять эмет ни туда, куда, куда не надо. Совершенно верно. Я совершенно согласен. Само слово Турат эмет в этом смысле эмет должен быть подвергнут анализу. Как и любое другое утверждение религиозного. Совершенно нормально. Поэтому нет проблем в том, что есть слово Турат эмет. Но есть проблема в некритическом понимании этого термина. Да, его нужно тоже понимать критически. Господа, кто-то что-то хочет сказать? Антону вопросу. Антон, пожалуйста. Да, добрый день. Ну вот одна ремарка. Дело в том, что в основном у нас с вами известные ученые, люди в подавляющем большинстве все-таки не религиозные. Так? Ну окей. И что? Ну и то, что все-таки я по большей части согласен с тем, что говорит НАТО, что все-таки действительно разделение здесь присутствует. Иначе бы, иначе, иначе. Ну либо эта идея еще, вот ей предстоит развиться, но просто на сегодняшний день в среде людей очень, скажем так, глубоко религиозно, научный подход не находит. Он им не нужен просто. Он им просто не нужен. Ну это другой вопрос. Не мне, я не в курсе, да, но по крайней мере я вижу, что в противном случае было бы достаточно немало ученых из среды религиозных людей. Ну мы же исключаем то, что в среде религиозных людей есть нет способных правильно. Нет, нет. Мы же говорим, что подход Рава Кука является модернистским. Еще далеко-далеко не проник полностью в религиозную среду. Мы, собственно, поэтому и книгу читаем. А так мы не стали бы ее читать, если бы это было стандартом религии. Это еще далеко не стандарты религии. Конечно, подход Рава Кука еще совсем не принят всем религиозным миром. Конечно, даже школа Рава Кука не всегда осознает его подход правильно. Затем для этого мы эту книгу и взяли. Для этого Рав Шерти эту книгу написал. Ну то есть это по-прежнему, скажем так, некий эксклюзив? Нет, нет. Это некоторые модернистские аспекты иудаизма, которые еще вовсе не всеми принят. Получается, что практически никем, да? Как никем? Принят половиной движения Рава Кука. Движение Рава Кука – это самое большое сегодня религиозное движение. То есть вязаные типы, они больше, чем любая другая группа в аударизме. Но самим вязаных тип еще они не полностью осознали в тени Рава Кука. Кто-то больше, кто-то меньше. Для этого Рав Шерти написал эту книгу, чтобы это продвигать в среде религиозных сионистов. Харидим эту книгу не читают. Эта книга предназначена для религиозных сионистов, для углубления их понимания самого школы Рава Кука. Поэтому это нормально. Это Рав Шерти продвигает не-то и реальные аспекты Рава Кука. То есть все религиозные сионисты идут по Раву Куку, но в учении Рава Кука есть более простые вещи и более сложные. Более простым вещам Рав Шерти здесь внимания не уделяет. Они давно интегрированы всеми. А более сложные вещи не всеми. Он поэтому им уделяет внимание. Вот и все. Спасибо. Это нормальный процесс развития иудаизма. Так только и происходит. Окей. Спасибо. А вторая половина вязаных, которые не принимают вот этот модернистский подход, это кто? Это хардали или просто разные люди? Нет, нет. Просто еще они не углубились сами. Здесь нет вопроса хардали. Хардаль – это вопрос соблюдения строгости, соблюдения шаббата, скромности, кашиута и так далее. Вопросы, которые здесь и осматриваются, они никак не связаны с хардалем. Но, безусловно, это более модернистское направление внутри религиозного сионизма. Просто не все это сознают. Я не видел таких внутри религиозного сионизма, которые были прямо против этого. Просто это углубленное изучение собственных источников. Я, кстати, думаю, что вот эту нашу дискуссию, которая сейчас была, про значение этой книги и, собственно, чем она занимается, вообще нужно было бы в предисловии написать. Андрей, Андрей? Да, да, я здесь. Если можно, вот эту вот нашу дискуссию сейчас о том, что это за книга и зачем она написана, и на кого она рассчитана, и в чем ее цель, можно вынести, то, что мы сейчас говорили, вынести в предисловие, когда мы будем готовить текст к печати. Антон, спасибо за ваш вопрос. Он нам помог очень правильно все это сформулировать. Всегда пожалуйста. Задавайте, не стесняйтесь. Окей. Движемся дальше? Движемся дальше. Конечно. Итак, теперь мы рассмотрим, каким образом воля Творца раскрывается именно через науку. Центральный пример раскрытия воли Творца через науку – это теория эволюции. Мудрецы Кабалы описывали духовное развитие мира как постепенный процесс. И эта идея была уделом немногих избранных. При этом большинство людей привычно считалось, что мир возник внезапно, как сказано в стихе, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет, и так далее. Но именно теория эволюции приучила души масс народов к мысли о постепенном развитии. И таким образом открыла для человечества путь к встрече с божественным, раскрывающимся в природе и истории. Все это не связано с вопросом о научной обоснованности теории эволюции, которая была и остается областью научных исследований. То есть не факт, истинна эта теория или нет, возможно, завтра ее опровергнут, но факт тот, что последние лет 150 постепенно, как все человечество, приучилось к этой идее постепенного развития. А религиозный мир, каким он был в Средневековье и так далее, он обычно воспринимал божественность как что-то внезапное, как описано, собственно, в Библии. И теория эволюции постоянно сталкивается с возражениями со стороны религии. Некоторые ссылаются на определенные стихи писания. Некоторые приводят аргумент, что не может венец творения человек происходить от обезьяны. Однако общепризнанно, что... Заметим, секундочку, что не может творить из обезьяны, а из земли, пожалуйста. Ну, потому что в землю возвращается обратно, а в обезьяны возвращаются. Ну, окей, да, но все-таки... Кто-то возвращается до... Кто-то возвращается еще по жизни, но это другой случай. Да, но все-таки... Все-таки... Согласен, но все-таки идея о том, что не может появиться из обезьяны, так и из земли может появиться. Все-таки то, что появляется из земли, не связано с тем, что в землю возвращается. Это только потом про возвращение. Да, извини. Поэтому у нас... Да, на самом деле те стихи, которые описывают творение мира, да, за шесть дней, они относятся к скрытой Торе. Да, и общепризнанно, что они не должны подниматься буквально. И вот этот аргумент, да, который про то, что недостойно происходить из обезьяны, как сказал Пинхас, действительно, из праха, в общем-то, не более достойно, чем обезьяна, тоже не выдерживает критики. И Раф Кук интересно объясняет, что истинная причина сопротивления людей теории эволюции, это то, что люди не готовы принять идею, что Бог действует через постепенное развитие. Это подтверждается тем фактом, что те же люди, которые противятся эволюции, они, как правило, выступают и против сионизма, поскольку верят, что избавление должно произойти внезапно, а не постепенно. То есть вот это, как бы проще человеку принять божественность, да, поскольку творец от нас скрыт, через какие-то чудеса, да, что вот Бог сотворил мир, и дальше он как-то сам по себе функционирует, да, и поэтому автоматически, постепенно люди религиозные приходят к деизму, да, это такая теория, что Бог сотворил мир и скрылся, да, потому что в том, что делают люди, да, в том, что происходит в истории, в политике, в жизни самого человека, мы, в общем-то, Бога не видим, да, и поэтому это какая-то для нас сложная, для принятия, как бы, идея, да, ну, то есть мы её умозрительно можем принять, ощутить не можем, да, поэтому люди автоматически начинают видеть Бога в каких-то чудесах, да, и поэтому, соответственно, их конечное избавление, они тоже отказываются видеть его постепенность, да, и они, как бы, готовы ждать вот этого самого волшебника, да, который точно так же, как сотворил мир внезапно, но точно так же он внезапно его исправит, да, и поэтому, как раз, чтобы приучить к этой мысли, да, о постепенном, о присутствии божественности в постепенном, да, в истории, для этого и пришла теория эволюции, да, чтобы массы именно людей к этому приучить. Я хотел бы заметить только здесь два момента. Во-первых, слово «деизм» здесь неправильно. «Деизм» – это совсем не это означает. «Деизм» означает не то, что Бог скрылся, а то, что Бог перестал контактировать с миром. То есть запустил и всё. А то, что скрытый, но контактирует, и влияет это совсем не «деизм». Ну, это, так сказать, маленькое замечание. А серьёзное замечание, что теория эволюции, наверное, правильнее сказать, концепция эволюции. То есть это не теория Дарвина. Это дарвиновский механизм может быть абсолютно неверным. Он и совсем не только Дарвин говорил про эволюцию. И там была Марк, и все другие тоже говорили про эволюцию. Просто Дарвин предложил некий механизм, и благодаря Дарвину эта теория стала распространяться, и концепция эволюции вошла в наши головы. То есть большое спасибо Дарвину. Его конкретный механизм, скорее всего, неверный. Его конкретное представление о том, как именно происходила эволюция, скорее всего, неверный. Но концепция эволюции, благодаря ему, очень сильно проникла в головы. А эта концепция, она действительно в Кабале есть, но оттуда трудно проникнуть в головы. А вот из науки легко проникнуть в головы. И это очень правильная концепция, и в частности она связана с сионизмом, постепенностью мессианского процесса и всего прочего. И это действительно потрясающий, замечательный пример взаимосвязи между религией и наукой. То есть конкретная научная теория может полностью противоречить религии. И она очень может быть потом заменена на другую концепцию, на другую теорию, которая будет гораздо лучше согласовываться с религией. Но концепция, которую вносит эта теория научная, пусть даже ошибочная теория, это концепция очень правильная и очень помогающая религиозному развитию. Вот это действительно потрясающий, очень важный пример взаимовлияния науки и религии. Окей. Идем дальше. Да, Андрей. Да. Идем дальше или... Я, кстати, не осматриваю это как случайность или необходимость реагирования, то есть реактивность религии. Я просто считаю, что мир так и движется. Это совершенно правильно. В мир так и заложено, что наука будет развиваться, будет задавать религии сложные вопросы, религия должна будет реагировать. Это не баг, это фича. В отличие... То есть я согласен с Натаном, что религия реагирует, но я не согласен с Натаном, что это показывает баг религии. Это фича устройства мира. Так и должно быть. Мне как-то представляется, что такое стандартное классическое объяснение, оно до сих пор для меня, оно самое действующее, честно говоря. О том, что все-таки это не пересекающиеся... Ну, как-то не пересекающиеся области. Почему? Потому что из концепций религиозных можно вывести реальную рамку жизни, можно вывести мораль, можно вывести примеры. Ты говоришь, человек скринен из праха. Хорошо, из праха... Почему не из праха? Почему речать из праха от обезьяны? Не только как бы на уровне, ну, не знаю, смеха, да? Ну, обезьяна, что же мы от обезьяны? Потому что из праха в прах возвращается, потому что был один человек, один человек, ценность единой жизни. И так дальше. Все знают эти примеры. То есть из этого выводится глобальный подход, как человеку жить. Выводится мораль. От того, что он... А когда ты берешь науку, наука в этом отношении, она ничего не говорит. Ничего из этого не говорит. Если он обезьян, ну, хорошо, будем убивать обезьян. Почему? Потому что люди, как обезьяны. Продвинутые обезьяны. Ну, слушай, я совершенно согласен. Но люди не являются продвинутыми обезьянами, так же, как люди не являются продвинутой глиной. Ровно в той же степени. Я совершенно согласен про то, что ты говоришь. Единственное, что меняется между нашими взглядами, что я считаю, что эта фича так и заложена в мир. Это нормальное развитие. Религия должна в каких-то вещах быть ведущей, а в каких-то других быть ведомой. Это совершенно нормально. Точно так же, как и объяснение шести дней. Почему надо упираться и объяснять для того, чтобы как-то выйти из этой ситуации, чтобы для, скажем так, для современного человека положение о том, что мир был создан за шесть дней, выглядит смехотворным. Давайте по-удиму объяснять о том, что постоянная радиоактивная распада, она изменялась. Все это известно. Никакого хедуши в этом нет. С другой стороны, зачем это надо? То, что мир сотворен в шесть дней, в этом есть глобальная вещь. Седьмой, суббота построены. Огромные моральные концепции иудаизма. С другой стороны, с большого взрыва вывести ничего невозможно. Как он взорвался и создался, что он взорвался и разлетелся на куски. Ну и что? Понимаешь? Понимаю прекрасно. Так я оставлюсь еще раз. Ты сейчас выступаешь против тождественности тождественности науке и религии. Я полностью согласен. Нет тождественности. Но нет тождественности не означает нет связи. И это совершенно разные вещи. Все примеры, которые ты сказал, я с тобой полностью согласен. Эти примеры на то, что нет тождественности. А вот связь есть. Вот, например, пример связи – это то, что концепция эволюции подготавливает головы к восприятию эволюционного мессианского процесса. О, вот эта связь. Она совершенно не прямая. В этом смысле связь есть. Тождественности нет. Все отлично. Антон, по-моему, еще хочется спросить. Да, пожалуйста. Антон? Слышно? Микрофон. Да, да, да. Все, есть. Слышно, да? Да. Как вы думаете, как вы считаете, в Кабале есть элементы науки? С моей точки зрения нет. Кабала совершенно не занимается наукой. Абсолютно. Все эти фразы лейтманизма про науку Кабала – это абсолютно чепуха. Наука – это вовсе не просто знание. Это не мада. Слово мада – это не сегодня наука, а классическое понимание слова мада – совершенно другое. Это знание, а не в смысле современной науки, естественно. Сеф-рамада – Рабба-ма – это совершенно не книга про науку. Вот. В этом смысле Кабала дает свой подход. Он очень важен. Подход, да. В плане подхода, да. Да, но он совершенно не является научным ни с какой стороны, конечно, нет. Лена, вы руку подняли? Да, я подняла. Пинка, с добрый вечер. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу вопрос задать. Он, наверное, не для сегодняшнего урока, потому что у меня больше возможностей нет. Вам нужно. Меня интересует в последнее время, как вообще новый концепт проникает, как вы говорите, в голову. Ну, это в последнее время меня со многими вопросами это объединяет, и он у меня вот сошелся вот прям вот в эту точку. Если бы можно было как-то вас спросить, не знаю, наверное, здесь. Лена, это важнейший вопрос. Если можно, напишите мне его развернуто на мейл, только развернуто, с примерами. Я постараюсь на эту тему сказать. Да, но я еще хочу… Сейчас не готов. Да, хорошо. Может, еще кто-то хочет так же спросить? Может, мы какой-нибудь отдельный, маленький, на полчасика сделаем какой-нибудь? Хорошо. Сделайте, 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 если можно… Сейчас, секундочку. Я напишу, спасибо. Сделайте. Да, да, да. Сейчас, одну секунду. Я его остановлю. Да, вот. Значит, если можно, сделайте письмо мне подробное, я тогда, только подробное с примерами, я постараюсь формулировать. Хорошо, спасибо. Спасибо вам. Идем дальше. Да. Еще один пример раскрытия божественного управления через науку. Это беспрецедентный научно-технологический прогресс, последних 150 лет. Книга Зоар, цитата, «В 600 году 6-го тысячелетия, а это примерно 1840 год, новой эры, раскроются высшие врата мудрости и нижние источники мудрости, и мир будет исправлен перед вступлением 7-го тысячелетия подобно человеку, который накануне субботы готовится войти в субботу». Это цитата из книги Зоар. Можно сказать, что книга Зоар связывает развитие науки, которую она называет «врата мудрости», «высшие врата мудрости», «нижние врата мудрости» с избавлением Израиля. Как здесь сказано, мир будет исправлен. То есть, в этом есть связь. И действительно, примерно в этот период, середина XIX века, параллельно с беспрецедентной научно-технической революцией, началась деятельность сионистов, его предшественников. То есть, связь между научным технологическим развитием и избавлением Израиля вытекает из необходимости, чтобы избавление было событием общемирового масштаба. Если бы государство Израиля возникло до развития мировых СМИ, то вряд ли это событие имело бы значение за пределами Ближнего Востока. То есть, научно-технологичное… Это, видимо, следующий слайд, нет? Нет, это вот НТР и Геула. А, окей, да, хорошо. Окей, да, спасибо. Не было это развито. Да, спасибо. Понял. Таким образом, научно-технический прогресс указывает на универсальное направление, идейные основы государства Израиля. Окей. То есть, технологический прогресс тоже является необходимой частью Геулы. Да, он является как бы основой Геулы для того, чтобы как раз вот это море божественного знания наполнило землю, да, как говорит пророк. Да, и как раз технический прогресс обеспечивает какую-то техническую основу этого, да, беспрецедентное вот это развитие СМИ. Как говорит Рафшерки, да, в храме будут приноситься жертвоприношения, это будет транслироваться по интернету на весь мир. Окей, замечательно. Да. Я бы, конечно, добавил сюжет такой наш... Запретят, запретят показ таких вещей через Zoom точно. Так что надо будет создавать свою религиозную сеть. Ладно, ладно, кто запретит? А я думаю, они будут чисто хлебными. Почему же их запретят? А чисто хлебные тогда, слушай, никакого интересного не показывает. Да, кого-то интересует. Но у вас, вот это и есть тогда развитие общества, что будет интересно чисто хлебные. Ну, послушай, это ты говоришь, Рафшерки не говорится. Ну, хорошо, хорошо, послушай, мы на то и обсуждаем, я согласен. Ну, послушай, дело не лепешек, это нужно и сейчас показывать, понимаешь? Да, но в храме, слушай, это вообще другого дела. Слушай, животных можно и сейчас зарезать. Это же ты не это имеешь в виду. Знаешь, у нас никто бойни не транслирует по интернету, хотя они сегодня тоже есть. Смотри, считается, мы ухудем немножко в сторону. Считается, что сейчас зарезание, насколько я понимаю, некоторое вынужденное меры. Люди должны есть мясо, понимаешь? Совершенно не нужно убивать животных ради того, что у тебя некоторые религиозные преимущества, понимаешь? Все, а это уже... Хорошо. Ну, хорошо, мы немного в сторону пошли. Да. Единственное, что в НТР, по-моему, уже не употребляется. Хотя, я его 20 лет назад видел, просто технологический прогресс. Ну, значит, я для людей старой школы написал. Я тоже когда-то так учился, но это было раньше. Я даже не сразу понял, что это такое. Так, теперь поговорим о порядке появления научных открытий. Почему ученые... Можно маленький вопрос? Извините. Маленький вопрос. А задача упростить или усложнить? Что упростить или усложнить? Ну, вообще, вот то, что разбирается. Задача усложнить или упростить? Смотря что... Я тоже не понял ваш вопрос. Разбирательство текста, который мы разбираем сейчас, прослушиваем и комментируют люди. Задача его усложнить или упростить? Конечно, упростить, я считаю. Нет, я считаю... А почему... Я не согласен. Задача не упростить. Задача понять и применить к нашей жизни. Где-то мы разъясняем, а где-то, наоборот, усложняем. Задача применить к нашей жизни. Посмотреть наше соотношение, наших взглядов. Ведь чем занимается и офшерки? Он дает теологию определенного... Вся книга – это теология. Наша задача – померить эту теологию на себя. Мы ее меряем на себя. Мы ее изучаем, обсуждаем. Меряем на себя. Где-то согласны, где-то не согласны. Где-то упрощаем, где-то усложняем. Это примерка на себя. Да, мы не занимаемся изучением княги Рава Шерки. Мы занимаемся примеркой на себя той теологии, которую он дает. Но то, во что обликается это, оно, мне кажется, немножко усложняется. Усложняется прежде чем тем, что человек общается в какой-то среде. И терминологию, которую он употребляет, когда пытается какой-то донести мысль, она влияет. Окей, и что поэтому? А вот все часто и часто употребляются слова, которые вот некоторым людям, они просто непонятны. Окей, так переспросите, потребуйте объяснения. Для этого мы это и обсуждаем. И мы тогда попробуем объяснить. И тогда будет более понятно. Не стесняйтесь. Для этого вы здесь в Зуме задавайте вопросы. Требуйте, скажите, что непонятно, требуйте объяснения. Конечно. Потому что же не все имеют ученые степени. Ну хорошо. Не все имеют высшего образования. Ну, окей. Но задавайте вопросы, требуйте объяснений. Все. Все. Спасибо. Как только непонятно, поднимайте руку и спрашивайте. Конечно. Обязательно. Главное, не стесняйтесь. Замечания правильные, да. Действительно, если мы что-то говорим непонятное, нужно делать нам замечания. Как говорит Раби Нахман, чем больше человек постиг, тем на более простом языке он должен это объяснить. Итак, порядок появления научных открытий, да, почему в определенном порядке люди раскрывают разные законы, да, и какой в этом смысл, чему творец, опять же, да, который управляет этим порядком, чему он хочет через это нас научить. Поскольку творец пожелал раскрыть свою волю, в том числе и через науку, то существует определенный порядок появления научных открытий, который прямо следует из этой цели. Пример этого приводит Рабку к своих письмам. Первобытный человек считал, что он стоит на плоском и устойчивом мире. Если бы он узнал, что стоит на шаре, который с огромной скоростью вращается и с огромной скоростью движется в пространстве, он бы потерял душевный равновесие. Поэтому Бог, по своей великой милости, скрыл от людей эту научную истину о том, что Земля — это шар. До определенного времени, пока у людей не развилась способность отличать научную истину от чувственного опыта. Точно так же в древней астрономии Птолемея считалось, что Земля стоит в центре Вселенной, а Вселенная вращается вокруг нее. Эта система выражала, может быть, подсознательное чувство собственной важности, присущее человеку. Поэтому и философия Средневековья, сколастическая философия, ставила человека в центре... О, слово сказал, это не в цензурное. Сколастическая — это, насколько я понимаю, научная, такая рациональная философия Средневековья, привязанная к науке того времени. То есть к Аристотелю. Да, к Аристотелю, который тогда тотально правил в науке. То есть философия ставила человека в центр картины мира, и, соответственно, с этим резонировала наука, та астрономия Птолемея. Если бы в то время человечество пришло к современному астрономическому воззрению, где Земля — это крошечная пылинка в огромной Вселенной, то человечество впало бы в отчаяние, и это отчаяние привело бы к моральной деградации и падению. Поэтому этот факт также был скрыт от человечества, чтобы ощущение себя центром мира заставляло человека брать на себя моральную ответственность за мир. И спустя несколько веков, в ходе которых человечество развило в себе понятие морали и трепета перед небесами, благодаря как раз такому восприятию, которое было принято в той философии, тогда уже стало возможным раскрыть бесконечность Вселенной, чтобы дать основу другим понятиям, например, таким, как качество скромности. Значит, я очень согласен, но так же, как в начале, что плоская Земля — это чувство устойчивости, а Земля — шар, может быть, только тогда, когда чувство устойчивости не будет этим поколеблено, точно так же земля — крошечная пылинка тогда, когда чувство собственной важности не будет поколеблено. То есть качество скромности здесь, мне кажется, лишнее, потому что действительно же чувство собственной важности и чувство устойчивости — это заголовки этих пунктов, а не заголовки подпунктов, так сказать, в центре Вселенной. То есть нужно, чтобы Земля — крошечная пылинка, а при этом чувство собственной важности сохранилось, важности человека для Бога. Здесь совершенно правильно, что церковь католическая была против теории Коперника, ну, там, не Коперника, точнее, а вот то, что на ней последовало. Коперник не сразу, так сказать, подвергся. Сначала он был принят немножко. Но когда стали понятны следствия из этого, то действительно это было проблемой для церкви, что им казалось, что из-за этого чувство собственной важности и, соответственно, важности правильного поведения, что оно будет поколеблено из-за науки. Поэтому важно не качество скромности, а что чувство собственной скромности от этого не уходит. То есть, как Земля — шар, а чувство устойчивости не уходит. Вот это, мне кажется, здесь просто... Это замечание не к сути дела, а к представлению этого здесь. То есть я бы убрал качество скромности. Здесь совсем не об этом. Понимаешь, да? Что именно главное, что чувство собственной важности, оно не уйдет. То есть в итоге нужно найти среднюю линию, да? И то оставить, то ощущение, которому приучила наука тех лет. И новое тоже, да? Конечно. Конечно, конечно. Чувство устойчивости не должно поколебаться от того, что Земля — шар. Чувство собственной важности не должно поколебаться от того, что Земля — полинка. Ну и точно так же вера не должна поколебаться от того, что человеку докажут, что 600 тысяч человек не могло там пройти по пустыне, пить из одного колодца. Да, 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 совершенно верно. Потому что здесь... Ну, не совсем здесь то же самое, но это другая вещь. Это здесь-то именно чувство, а вопрос был задан про веру в тексты, и там вопрос о райнауках. Ну, в принципе, да. Так, тогда идем дальше. Последний, да, по науке пункт, по-моему. Еще один момент, который указывает на тесную связь между Торой и наукой — это стремление к единству. Одна из основ Тора Израиля в том, что мир является проявлением скрытого единства. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един. И хотя наука не утверждает, что Господь един — это общая формула всей реальности, но в науке существует стремление найти некую единую формулу, прийти к единой физической теории, которая дала бы всеобъемлющее объяснение различным явлениям. Это то, что называется теория единого поня. И в этой точке, как раз, в точке стремления к единству Тора и наука встречаются. Хотя, возможно, тут есть некое влияние иудаизма на исследователей природы Вселенной, на древних ученых. И это видно в эзотерических трудах Ньютона, которые открыты лишь недавно, и в них как раз видно вот это влияние Торы на него, на его мысли. Вполне вероятно, что на некоторые аспекты развития науки таки оказало прямое влияние Торы и Израиля. Например, в современной физике широко распространено предположение, что физические законы действуют одинаково во всей Вселенной. Это было совершенно неочевидно для ученых Древней Греции. Согласно физике Аристотеля, некоторые законы применимы только к Земле. А в небесных сферах, как называл Аристотель орбиты звезд и планет, которые вокруг Земли, действуют другие законы. Альберто Эйнштейна однажды спросили, откуда он знает, что единство физических законов существует в мире. Он ответил, это вера. Можно предположить, что эта вера берет свое начало Торе и Израиля. Здесь я совершенно согласен. С этим пунктом это действительно желание найти единство, оно действительно следствие монотеизма. То есть вот это противоречие, оно временно. Вполне возможно, Тора и Наук придут друг другу навстречу. Нет, нет, нет. Это совершенно разные вещи. Тождественности нет, а взаимовлияния есть. Просто один пример был влияние науки на религию, а другой был пример влияния религии на науку. Желание найти единство. Хорошо. Если я правильно понимаю, мы закончили сегодняшний кусок? Мы закончили тему Тора и Наука, да, и у нас следующий пункт. Тора с небес, мы можем его начать. Мне кажется, что уже мы не вылезаем, потому что у нас уже ровно час. Мне кажется, здесь лучше остановиться, не начинать новую тему. Ну, хорошо. Может, еще кто-то по науке хочет высказаться или спросить, или возразить. Окей. Если нет, то, мне кажется, что на этом мы заканчиваем сегодняшнее обсуждение. У нас на следующей неделе нет встречи нашей, потому что я увлежаю, поэтому мы через две недели продолжаем. Правильно? Спасибо. Спасибо большое. Очень интересно. Все. Всем спасибо. И мы на этом тогда закончили. Спасибо. Спасибо всем. Спасибо. Спасибо. Пока.